Очередной муниципалитет области бьет свои исторические рекорды по урожайности зерна. В Волжском районе сразу несколько хозяйств собирают свыше 60 центнеров с гектара озимой пшеницы. Половина успеха связана с погодой, все остальное – технологии. Как большой хлеб отразится на экономике сельчан? Материал Сергея Павлова. Колоси с поклоном гнутся к земле. В каждом – тучные с янтарным отливом зерна. Высокий и густой хлеб на этом поле комбайны не сразу могут взять. Идут с татугом, даже с небольшой одышкой. Жемчужина по Волжье, так образно ученые назвали сорт озимой пшеницы, в хозяйстве Ивана Попова полностью раскрыла свою красоту и потенциал. 65 центнеров с гектара – не урожайность, а триумф. Венец огромных вложений и работы с полем, раскрывая секреты аграрий. Чистый пар, элитные семена, обязательное применение удобрений и комплексная защита от полчища нахлебников – вредителей, сорняков и болезней. В поле начали применять интенсивные улучшенные семена, которые уже выстаивают и 50 центнеров, и 60 центнеров. Раньше у меня была пшеница, старая наша селекция Мироновка. 30 центнеров она ложилась. Сейчас уже есть такие сорта, которые 70 центнеров, 80 центнеров не ложатся. Главное – чистота в полях, влага. Ну и, естественно, чтобы были микроэлементы и макроэлементы. Азот необходимый, фосфор, калий. Вот и весь успех. И это лишь малая часть многогранной агротехнической мозаики. В хозяйстве отказались от спашки, почву рыхли отчизленными плугами, оставляя соломой необходимую органику. Так сохраняют влагу и борются с ветровой эрозией. Такое пристальное внимание к своей земле и ее доходности у Попова и других хозяйств Волжского района началось пять лет назад. В первых посланиях губернатор дал четкий наказ эффективнее вкладывать в земледелие и стремиться к урожаям 40-45 центнеров с гектара. Услышали и теперь получают гораздо большие показатели. Немножко воспринимали с иронией, то есть о чем это как бы речь идет. И вот сегодня мы видим, что кто занимается правильной подготовкой почвы, применяет комплексные удобрения осенью, работает по зеленому листу весной. И мы видим, что урожайность доходит, как бы это было, может быть даже не каждый не специалист поверит в это, но вот по-сушеству мы были на поле, где 82 центнеров с гектара урожайность. Волжский район тоже в хлебном тренде этого года. Средняя урожайность озимых пока 35 центнеров с гектара. Многие хозяйства получают действительно рекордные показатели и предвкушают экономический эффект. Прибыль от сдачи хлеба в закрома пойдет на покупку современной техники, тех же самых удобрений. Повысится производительность труда, а себестоимость продукции, наоборот, снизится. Предстоит еще после уборочного разбирательства всего этого дела. Конечно, природный фактор сыграл свою роль. Но на земле играет не один фактор, а сумма, слагаемые. Анализ слагаемых успешного сезона агрария разберут на научно-практических конференциях. Только сперва уберут весь хлеб. Сергей Павлов, Александр Дудко. Новости губернии. Волжский район.